В стандартной библиотеке языка Haskell имеется несколько полезных функций, явным образом порождающие бесконечные списки. Давайте познакомимся с этими функциями. Первая функция этой серии это функция Repeat. Функция Repeat берет некоторое значение и повторяет его бесконечное число раз. Ну, естественно, что функцию Repeat вызывать стоит не в таком виде, потому что в этой ситуации у нас будет бесконечный вывод. А, например, с помощью функции Take, ну, давайте напишем Take 5, Repeat Z. Ну, вот у нас получается 5 значений Z. То есть у нас получается список символов, то есть строка. Она выводится в виде результата. Давайте посмотрим, что функция Repeat устроена. Ей передается значение типа A. И результатом этой функции является некоторый список XS, который определен в предложении where. В предложении where он определен следующим образом. Точно так же, как мы создавали бесконечный список единиц, once. То есть XS это X, аргумент, известный нам в качестве аргумента функции, присоединенный к хвосту XS. Таким образом, в предложении where у нас строится бесконечная конструкция из XS, а здесь у нас присутствует, собственно, сам XS. Итак, функция Repeat это первая функция, которая позволяет бесконечное число раз повторить, переданное ей в качестве аргумента значение. Понятно, что такая конструкция take сколько-то раз, repeat некоторое значение повторяется очень часто. Поэтому в стандартной библиотеке есть полезная вспомогательная функция. Она не работает напрямую с бесконечными значениями, но определена через repeat. Это функция Replicate. Она принимает два параметра. Число раз, которое нам нужно повторить, некоторые символы, и, собственно, сам этот символ. Я неправильно говорю? Некоторая величина типа А. Вот это вот значение, которое нужно повторить, передается в качестве второго аргумента. Устроена она ровно так же, как мы писали до этого. Take n раз, repeat, бесконечное число раз, значение x. Ну, таким образом, предыдущую запись мы могли бы написать с помощью функции Replicate следующим образом. Replicate 5 раз, символ z. Это то же самое, что предыдущий вызов, конечно. Мы видим, что у нас формально функция Replicate, которая ни с какими бесконечностями делала не имеет, определена в стандартной библиотеке через бесконечную структуру данных. То есть никаких дополнительных издержек, связанных с эффективностью, с бесконечной структурой просто не вносит. Ленивая семантика языка гарантирует нам такое поведение. Следующая полезная функция, это функция, которая зовется Cycle. Эта функция работает следующим образом. Она берет список и повторяет его бесконечное количество раз. То есть строит циклически, повторяет переданный список. Ну, давайте приведем некоторый пример работы. Вызываем функцию Cycle. На списке, скажем, 1, 2, 3. У нас будет список 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ну, для того, чтобы убедиться, что это так, давайте воспользуемся, как всегда, функцией Take. Возьмем 10 первых символов. Ну, вот мы видим, что это 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 10 символов кончились. Бесконечная структура обрезана в том месте, в котором мы затребовали. Как реализована эта самая функция? Ну, первое, на пустом списке она не может быть определена разумным образом. Что такое циклический повторенный пустой список, не очень понятно. То есть понятно, что это некоторая расходимость. У нас просто нет точки, в которой мы можем остановить эту самую конструкцию. Поэтому Cycle на пустом списке непродуктивен. И поэтому совершенно эквивалентен просто расходящаяся программа, которая ничего не выводит. И поэтому здесь лучше устроить, конечно, напрямую сообщение об ошибке. А в противоположном случае, во всех остальных случаях, мы просто берем список XS и пишем то же самое, что мы реализовывали в предыдущей нашей функции. В функции repeat. Это та же самая конструкция. Ну, единственное, что поскольку здесь у нас список, то мы пользуемся не конструктором списка, а оператором конкатенации. То есть присоединяем к нашему переданному результат. Это некоторый список YS, который строится в следующем бесконечной рекурсе. Функция YS это XS с прицепленным YS. А YS это XS с прицепленным YS. Если мы будем рекурсивно раскрывать здесь рекурсивный вызов, то у нас получится XS, сконкатенированный с XS, сконкатенированный с XS, ну и так далее до бесконечности. Ну, ровно то, что мы видели при вызове этой самой функции. И, наконец, последняя, последняя функция из этой серии. Это функция, которая зовется iterate. Функция iterate немножко интереснее. Давайте сначала приведем пример ее работы. Функция iterate принимает функцию вот такого вот типа, у которой аргументы возвращаемого значения совпадают, и некоторое инициализирующее значение. Функция iterate делает следующее. Она берет функцию, применяет ее к инициализирующему значению и записывает инициализирующее значение в список, а в качестве следующего инициализирующего значения передает вот этот результат применения. То есть у нас конструируется следующий бесконечный список. Текущее значение записывается в голову списка, дальше рекурсивно вызывается функция iterate на значении функция, примененная к соответствующему элементу. То есть первый элемент списка это x, второй элемент списка это f от x, третий элемент списка это f, примененный к f, примененный к x и так далее. То есть последовательные итерации применения функции к некоторому инициализирующему значению формируют бесконечный список. Ну давайте применим функцию iterate. Ну что мы должны сделать? Ну давайте возьмем функцию возведения в квадрат. Возведение в квадрат. И применим ее к двойке. Понятно, что у нас будет бесконечный список, поэтому давайте ограничимся первыми пятью... первыми пятью элементами получившегося списка. Вот мы видим, что у нас сначала двойка, потом двойка, возведенная в квадрат, первая итерация. Дальше эту двойку, возведенную в квадрат, мы опять возводим в квадрат, 4 в квадрате это 16, вторая итерация. Третья итерация 16, возводим в квадрат, получаем 256. Ну а дальше 256 возводим в квадрат и так далее. Мы сконструировали с помощью итерирования, функций по начальному значению, бесконечный список, из которого взяли пять элементов.